Наша машина покидает разлом Сан-Андреас. Она берет курс на юго-восток, по направлению к участку коры, содержащему одно из самых ценных полезных ископаемых. Сан-Андреас. Как countless prospectors before it, the rover has struck oil. The Earth's crust is like a natural jerrycan, only it's immense, holding all the planet's oil reserves until we drill in, satisfying a worldwide daily demand of almost 87 million barrels. The sandstone and limestone here in the Guadalupe Mountains of West Texas looks just like any other rock to the untrained eye. But it can contain one of the most important and precious reserves found in the crust. This is one of the oldest and largest oil-producing regions in the USA. Known as the Permian Basin, 270 миллионов лет назад здесь было континентальное море. Под воздействием сил сжатий высоких температур, доисторические растения и животные превратились в нефть. В большие объемы нефти. Под этими горами из вышедших на поверхность осадочных пород залегает 77 миллиардов баррелей нефти. Геологи Стив Раппел и Джерри Беллиан приехали сюда, чтобы исследовать район и найти эту нефть. Они выпускают по скалам лазерный луч для получения трехмерного изображения поверхности и создания компьютерных моделей, чтобы определить, что скрывается под ними. Горы Гваделупа нравятся нам потому, что на поверхности здесь можно увидеть то же, что и в недрах каменных пород. Объект их поиска в этих горах резервуары с нефтью, скрытые в земной коре. Беллин смешивает масло с газированным напитком, чтобы показать, как образуются резервуары. Теперь встряхиваем. Масло обладает меньшей плотностью, чем газировка, и поэтому поднимается на поверхность и встречает непроходимую преграду из камня, которая запирает ее подобно крышке в бутылке с лимонадом. По мере того, как масло и газировка начнут отделяться друг от друга, масло будет продолжать подниматься до тех пор, пока не натолкнется на непроницаемый камень и не окажется в западне. Итак, сверху у нас есть непроницаемый камень, а снизу получается резервуар, который будет хранить нефть в недрах земной коры. Геологи находят эти резервуары методом гиперспектрального анализа. В нем особым образом используется свет для выявления невидимых невооруженным глазом, особенностей строения камня. Зеленые и фиолетовые области показывают хорошие нефтеносные пласты. Однако выделение нефти может начаться лишь благодаря одной особенности в строении земной коры. Резервуар может образоваться только в той области коры, где есть достаточно отверстий или пор. Это похоже на бильярдные шары, уложенные в треугольник. Если шары это каменные породы, то пространство между ними это и есть те поры, в которых собирается нефть. Если мы посмотрим на этот камень, мы увидим, что он достаточно пористый. И это видно не только при помощи линзы, но даже невооруженным глазом. Благодаря изобилию пористого пространства и образуется резервуар, в который начинает стекать нефть. Вопрос о том, отдаст ли земная кора людям всю содержащуюся в ней нефть, пока остается открытым.